проснулась сегодня в настроении раздражать людей. Погнали! Расскажу вам, почему вам не нужно выравнивать таз в шпагате, почему тренеры, поправляющие вам заднюю ногу в более ровное положение, понятия не имеют, что они делают, и делают это только по традиции, и почему вы можете просто оставить свой таз в покое, а точнее в том положении, в которое он естественным образом у вас стремится в шпагате. Знаю, что ровно шпагатных УКРщиков это видео никак не переубедит, потому что там все основано исключительно на веровании в то, что прямой угол лучше, чем не прямой угол, но, возможно, поможет тем, кто чувствует, что для его тела ровный шпагат это залупа какая-то и впустую в нем мучается. Если бы человеческие тела чертили инженеры, то в них точно был бы возможен вот такой красивый ровненький шпагат. Торжество прямых углов. Но посмотрите, пожалуйста, на реальный человеческий скелет. Кажется ли вам, что он был создан по прямым углам для прямых углов и что вот так для него это точно лучше и правильнее, чем как-нибудь вот так. Начнем с разбора передней ноги в шпагате и посмотрим на уровень костей. Вот это видео скажет вам все за себя. Вот положение ровной ноги, упирающейся очень быстро в суставной лимит. И вот положение ноги как в развернутом шпагате, имеющая гораздо большую амплитуду. Достигнув лимита на костном уровне вы не можете дальше прогрессировать в растяжке. Почему очень растянутая гимнастка уводит здесь переднюю ногу вбок? Потому что оставив она ее впереди, сделав она ровный шпагат, ее амплитуда закончилась бы вот здесь, чисто из-за строения нашего таза. Дальше посмотрим на нервы, на структуру, которую в разговоре о растяжке часто игнорируют, а меж тем она в ней участвует. Нервы при растяжке натягиваются, но они не растягиваются, это не растягиваемая ткань. И многие люди при растяжке хоть ровного шпагата, хоть складки к двум ногам, а это тоже положение, что и у передней ноги в шпагате, чувствуют сильные дискомфорт и натяжение по внешней поверхности голени, которая уходит, если увести ногу чуть вбок или если развернуть таз. За этот дискомфорт отвечает большеберцовый нерв, структура, с которой мало что можно сделать, если она ограничивает вашу амплитуду, кроме как просто поменять положение ноги или таза. Разобрались с передней ногой, что там по задней. Откроем учебник физиологии суставов и увидим, что ровная нога поднимается назад у человека на 15 градусов. Впечатляет, но для шпагата хорошо бы побольше. Кто виновник такой плачевной ситуации? Связки тазобедренного сустава. Они при ровном положении сустава затянуты, а ослабляют они свое натяжение при ее развороте чуть вовне. Связки у нас не тянутся, за растяжку отвечает мышечная ткань. Поэтому в ровном шпагате принцип «если долго мучиться, что-нибудь получится» не очень-то и работает. Именно поэтому самые растянутые в мире гимнастки делают это. Теперь, почему спортивные тренеры тянутся своими подопечными ровный шпагат? Ну, я тут что, самая умная? Вообще данная причина не в этом. Ключевой момент в том, что тренеры, профессиональные спортивные тренеры работают с детьми. То есть, с людьми, чей скелет еще не закончил свое формирование. То есть, у тренеров профессионального детского спорта есть несколько лет, чтобы повлиять на то, куда будет формироваться сустав, на то, какой длины связки сформируются. В теле ребенка можно повлиять на то, на что в теле взрослого повлиять. Нельзя. Но обратите внимание, даже и дети, самые растянутые, самые гибкие в мире, имеют в итоге шпагат вот таким. Потому что это и есть самое, ненавижу это слово, но физиологичное положение шпагат для человеческого тела. Физиологичны для тела не прямые углы. Они хороши для нашего ума, но человеческое тело не изобретено человеческим умом. Почему продольный шпагат – это строго сумма растяжки передней и задней ноги? Почему передняя нога – это 90% всего шпагата? Почему прижимать заднее бедро к полу в шпагате нецелесообразно? В каких случаях ровный шпагат все-таки нужен и допустим, я наглядно и во всех подробностях рассказываю на образовательном курсе растяжки, курсе для преподавателей и тех, кто тянется сам. Потоки мы запускаем раз в полгода. Курс состоит из 10 больших блоков лекций с теорией и практикой и двух вебинаров с ответами на вопросы. Сейчас набора нет, но по ссылочке внизу можно оставить свою почту. И мы напишем вам при старте продаж, чтобы вы смогли попасть на курс по самой дешевой цене. У меня на этом все. Не забудьте подписаться. Здесь я рассказываю о пилоне и растяжке, о тренере и тренерствах и о том, как работает человеческое тело. Редактор субтитров А.Семкин